Всем привет! Вы на канале Кати Блок. Сегодня у нас видео о косметике, на которой не стоит абсолютно экономить. Та косметика, которую невозможно заменить бюджетной. Возможно, конечно же, но вы получите совершенно не тот результат, который вы бы хотели. Поэтому давайте обо всем по порядку. У нас будет 7 категорий товаров, о которых я расскажу и расскажу, как можно справиться с этой проблемой тем или иным способом. Первое, на чем я бы не рекомендовала экономить, это парфюмы. Ни в коем случае не покупайте поддельные парфюмы, потому что, как бы вам ни казалось, что этот аромат похож на тот аромат, который продается, условно говоря, в бракарде. Все равно это слышно, всегда подделку слышно. Человеку, который знает, как пахнет оригинальный аромат, будет слышно, что на вас подделка. Как бы вы сами себя не убеждали и как бы не доказывали, особенно если это популярный аромат, типа Лавиа Бель от Ланком или Блэк Опиум, опять же, от Ивсен Лоран. Если это аромат популярный, то 100% на вас будет слышно подделку. Как справиться с этой проблемой? Есть очень много ароматов, которые средней ценовой политики. Например, ароматы от Элизабет Тарден, они совершенно чудеснейшего качества, но они стоят в разы меньше, чем, допустим, тот же Блэк Опиум от Ивсен Лоран. Есть еще один вариант, если не хватает денег, если нет возможности приобрести полноразмерный продукт, вы можете купить миниатюрку в 5 мл и вам ее прекрасно хватит на полгода для того, чтобы душиться. Это, кстати, плюс в оригинальных ароматах, потому что их стойкость гораздо более, скажем так, продолжительная, чем стойкость поддельных ароматов. Вторая группа товаров, на которые не стоит экономить, это солнцезащитные средства. Я знаю, что они стоят достаточно много, и учитывая то, что это всего лишь на пару раз выехать на море, потому что не каждый в нашей стране, по крайней мере в Украине, в России, не каждый пользуется солнцезащитным средством так, как им положено пользоваться ежедневно. Я сама этим грешу, я сама не наношу на себя солнцезащитные средства ежедневно в солнечный период времени. То есть я наношу только тогда, когда я знаю, что может быть пигментация, тогда, когда я знаю, что я нанесла кислоты на лицо, или тогда, когда я знаю, что я сделала лазерную эпиляцию, и после этого могут быть какие-то нюансы. Вот тогда я защищаю свою кожу, либо же тогда, когда я знаю, что я целый день буду находиться на улице, либо я иду на пляж, либо еще что-то. Просто так проехаться в офис домой, в бассейн или еще куда-то, я не наношу солнцезащитку, хотя это нужно делать. Как выходить из ситуации? Потому что одно солнцезащитное средство стоит порядка 15-20 долларов. Что делать? Я покупаю одно солнцезащитное средство, как правило, оно детское, и мы пользуемся им всей семьей. Одной баночки хватает вполне на одну поездку на море, на неделю, грубо говоря, и вы можете вполне себе использовать и на ребенка, и на себя, и на мужа, и на всех членов семьи. Почему нельзя покупать бюджетные солнцезащитные средства? В этом году я довольно-таки много солнцезащитных средств приобрела. Если вы следите за мной в инстаграме, я напишу бьюти страничку в инстаграм. Я и от Фаберлик покупала, и от Нивея смотрела, очень многие смотрела, но как-то меня они не впечатлили. А когда я посмотрела тесты и исследования по поводу ингредиентов в более бюджетных и, грубо говоря, в аптечных торговых марках, то все стало на свои места. Я больше не смотрю даже в сторону бюджетной солнцезащиты, потому что в этом вопросе нужно очень внимательно и очень тщательно подходить к решению задачи. Что касается этих солнцезащиток, которые вы видите перед собой, юцерин мы покупали несколько лет, и он нам очень-очень нравился. В этом году я решила взять спрей, там еще есть немножко песок после моря. То есть здесь вам нужно нажимать на помпу, здесь баллончик под давлением, вы нажимаете и все распыляется. То есть я такой ленивый баллончик решила взять. Он очень хорошо защищает от солнца, но он делает такой белесый налет. И когда вот это вот средство намокает, когда вы идете купаться, вот этот вот белесый налет еще больше белеет. Поэтому я не рекомендую вам его как супер комфортное средство. Но вот это вот средство могу рекомендовать как супер комфортное. Оно не слишком выбеливает, оно тоже немножко держится. Если вы его нанесете и будете на протяжении 20-30 минут находиться в воде, то все равно вы не сгорите. Но после того, как вы выходите из воды, конечно же повторяйте, его наносите после воды и наносите каждые 2-3 часа повторно. Что касается этого средства, это средство уже для лица. Могу его тоже похвалить, потому что вы с ним не сгорите. Здесь SPF уже пониже, SPF 30. Обычно я беру для тела SPF 50. Что касается этой солнцезащиты, она не забивает поры, она комфортна на лице, но лицо с ней конкретно блестит. То есть она не мотирует. Мне бы хотелось, конечно, чтобы солнцезащита для лица мотировала. Я покупала солнцезащиту для лица от Клиник. Она мотировала, но она слишком выбеливала лицо, поэтому я ей пользоваться не стала. Это же абсолютно лицо не выбеливает и такой приятный увлажняющий крем получается. Следующая группа товаров, на которые не стоит экономить, это тональная основа. Тональная основа это, грубо говоря, крем для лица, который вы наносите с самого утра и смываете ночью. То есть это средство соприкасается с вашей кожей максимально длительный период времени. Поэтому она должна быть супер качественной. У меня есть две любимые тональные основы из бюджетного сегмента. Это Maybelline и это L'Oreal. Но я могу с уверенностью на 100% сказать, что и та, и та тональная основа негативно сказывается на вашей коже. Да, возможно, с одной упаковки кушана от L'Oreal вы не заметите, что он ухудшил вашу кожу. Но по факту со временем расширяются поры, со временем недостатки на лице становятся видны. Что касается Maybelline, Maybelline Fit мне очень нравится. Но опять же, в начале она была какая-то более легкая, более прикольная, скажем так. А потом она стала забивать поры и у нее немножко изменилась и текстура, и цвет. Что мне не нравится. Поэтому, собственно, я склоняюсь к тому, чтобы использовать все-таки люксовые тональные основы. У них больше уходовых средств. Кроме того, есть, например, вот такие вот как L'Essensiel, которые помимо того, что тонируют, они еще и ухаживают за кожей. И, как правило, есть, конечно же, опять же, исключения. Есть плохие люксовые тональные основы, есть суперкрутые бюджетные тональные основы. Исключения никто не отменял, но они лишь подтверждают правило о том, что люксовые тональные основы смотрятся на лице более дорого, чем бюджетные тональные основы. Люксовые тональные основы, как правило, более стойкие, если об этом заявлено. И опять же, для меня приоритет в том, что они не вредят коже, а наоборот за ней ухаживают. Поскольку это, опять же повторюсь, тот крем, который максимально длительный период времени соприкасается с вашей кожей. И раз уж мы заговорили о тональных основах, хочу сказать еще о легендарном консилере Double Wear, который называется BB Highlighter Brush & Glow. Очень много вопросов приходит ко мне и в инстаграме в директ, и также вопросы приходят в комментариях на ютуб. А вот этот консилер похож на Estee Lauder? А Everline похож на Estee Lauder? А L'Oreal, который сияющий, любима жид, похож на Estee Lauder? Да, они все чем-то похожи, они все консилеры, они все немножко кроют. Но на вот этот вот консилер в плане ухода за кожей, в плане увлажнения, в плане того, как он на ней держится, в плане того, что он подсвечивает, в плане того, что он не западает в морщинки, и в плане того, что он со временем не иссушает зону под глазами, не похож ни один. То есть в этом плане, конечно же, стоит потратиться на вот этот консилер, хотя он стоит порядка 20 долларов, да, бюджетный стоит там порядка 3, 5, 7 долларов. Но все-таки я считаю, что стоит потратиться на Estee Lauder, его хватит вам на полгода, а то и больше, в зависимости от того, сколько вы краситесь, и как сильно вы хотите перекрыть зону под глазами, или может быть вы наносите его не только под глаза, но и на носогубки, например. Ну, в общем-то туда, где вам хочется высветлить и подсветить. В общем и целом, я действительно вам рекомендую вот эту штучку, и могу гарантировать с точностью 99,9, что у него нет аналогов, которые будут так же смотреться и не будут ему ни в чем уступать. Так, и раз уж мы заговорили о зоне под глазами, давайте поговорим о кремах под глаза. Я не нашла еще ни одного бюджетного крема под глаза, который бы хорошо работал, особенно если это касается антиэйдж. Если вы хотите просто увлажнить зону под глазами, то здесь вообще вопрос упрощается, можно купить за 15-20 долларов клиник Пеп Старт, или чуть подороже уже примерно за 30 долларов клиник All About Ties, и радоваться жизни. Но если вы уже 30+, и если вы хотите немножко где-то подсветить, где-то подровнять, где-то мимические морщинки выровнять, где-то напитать, чтобы кожа стала более увлажненной, для того, чтобы она сама начала работать и начали вот эти вот морщиночки немножко ровняться, да, то есть предупредить, а не усугубить состояние, тогда все-таки вам придется обратить внимание на люксовые кремы под глаза. В этом плане мне очень нравится Estee Lauder, хорошо работает также Lancome. В общем-то, есть на что посмотреть. Я, например, не очень склонна тратить примерно 120-130 долларов на полноразмерное средство под глаза, для того, чтобы как-то, да, хорошо ухаживать за этой зоной. Но я вполне себе могу позволить 10 долларов на миниатюрку, которой мне хватит на месяц. В данный момент в ежедневном использовании у меня 3 вот таких вот средства. Estee Lauder Nutritious, которая просто увлажняет. Это такой ель, уже там его осталось не так много, видите. Он просто хорошо увлажняет, и эта серия предназначена для того, чтобы заставить кожу работать самостоятельно. Далее, очень хороший антивозрастной, такой немного напитывающий крем, и у него есть светоотражающие частички. Мне нравится использовать его утром, когда я не использую патчи. И он действительно хорошо напитывает, выравнивает, на него хорошо ложится и консилер, и тональная основа, и все остальное. Ничего не скатывается. Это уже просто вот такой вот кремик. И у него такие мелкие-мелкие светоотражающие частички. Вы можете их увидеть только на солнце. И вот такой вот концентрат под глаза своего рода сыворотка из той же знаменитой серии Advanced Night Repair. Он регенерирует, и он очень-очень хорошо восстанавливает кожу под глазами. Этот концентрат я могу рекомендовать тем, у кого обезвоженная кожа, и кто хочет очень быстро и хорошо восстановить кожу под глазами. Опять же, у меня миниатюра в 5 мл, полноразмерной версии 15 мл. Здесь тоже есть вот такая вот штучка, как в полноразмерке. И, собственно, я считаю это замечательной альтернативой, полноразмерным средствам, потому что вы полноценно ухаживаете за кожей, вы на себе не экономите, но при этом свой бюджет оставляете на какие-то более, скажем так, важные нужды. Следующий продукт, который я пока не нашла в бюджетном сегменте, и который для меня пока еще новый, познакомил меня с этим видом продуктов бренд Pixi, их флешбаум, который я наносила на ночь и просыпалась реально с крутым лицом, то есть настолько напитанное лицо становилось, что оказалось, что, в общем-то, я стала моложе, наверное, на несколько лет, или кожа стала моложе на несколько лет. Это ночные маски. Две мои любимые маски. Одну я люблю больше, это Estee Lauder Nutritious. Это своего рода ночной крем, просто он более плотный и более жирный, чем обычный крем ночной. Он не чувствуется на лице, как какая-то ультражирная текстура. Он также быстро впитывается, но у него есть, видимо, какие-то компоненты, которые за ночь регенерируют кожу, которые наполняют ее влагой. В общем-то, я очень-очень рада, что познакомилась с ночными крем-масками, потому что вы их наносите, как обычный крем, а получаете эффект супер-классной маски. И вторая маска, она чуть полегче, чем Estee Lauder, и она мне нужна тогда, когда я хочу, знаете, как убрать шелушение просто, или вот что-то такое, когда масштаб катастрофы, скажем так, не настолько глубокий, чем когда я использую вот эту вот маску. В общем-то, ночные крем-маски пока что я тоже не нашла в бюджетном сегменте, но как выход из ситуации могу предложить вам обратить внимание, опять же, на миниатюры. И последнее средство, почему на нем не стоит экономить? Потому что его бюджетного не бывает. Это масло для тела. Не обязательно здесь говорить об антицеллюлитном масле от Веледа, но если вы начитались в интернете супер-классных свойств каких-либо средств, например, возьмем масло виноградной косточки, да, если вы, ну, прочитали все полезные, волшебные свойства этого масла, потом пошли в магазин и купили масло за 30 гривен, будьте уверены, что оно вам абсолютно никак не поможет. Не потому, что оно стоит дешево, а потому, что оно физически не может быть хорошим. Масло виноградной косточки – это масло из супер-супер мелких косточек. Вы сами знаете, как выглядят виноградные косточки, и представьте себе, сколько нужно этих виноградных косточек переработать, чтобы получить тот пузырек масла, который вы покупаете в аптеке. Теперь, я думаю, всем понятно, почему оно не может быть дешевым. Что же вы покупаете за, там, условно, 5 долларов, да? Это масло, которое сделано химическим путем. То есть, это масло, которое с помощью специальных реагентов, просто так, не методом давки, а просто химическим методом добывается из этих косточек. Масло получается больше, можно в промышленных масштабах из небольшого количества косточек сделать большое количество этого масла, и, соответственно, удешевить как производство, так и само это масло. Поэтому, если вы хотите получить супер-классный эффект от масла, тот, который вы ожидаете, да, тот, который вы вычитали в интернете или услышали в блоге, то почитайте о том, как производится это масло. Опять же, хочу сказать и предупредить вас, не все дорогие масла производятся правильным способом. Абсолютно не все. Некоторые фирмы производят химическим способом масло, а говорят, что, как бы, это там супернатуральное, супердейственное средство. Нет. Обращайте внимание на то, как произведены средства, и только потом покупайте их. Что касается масел Веледа, в них я уверена, я перепробовала, наверное, 90% ассортимента. Могу рекомендовать вам этот бренд. Есть совершенно огромное количество других брендов. Очень много масел различных есть на iHerb. Поэтому здесь я не особо такой советчик. Все ссылочки на все продукты, которые актуальны, я оставлю внизу в описании. И надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. И напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, на каких продуктах не экономите вы. Что вы, на что вы готовы потратиться для того, чтобы получить более высокое качество и, собственно, нужный вам результат. На этом все. Пока-пока. Увидимся очень-очень скоро.